Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться очень крутым рецептом теста. Это тесто подходит в 4-5 раз. Оно очень легкое, очень воздушное. Прекрасно с ним получаются любые пироги, пирожки, печеные и жареные. Также с ним готовлю пиццу или какие-то сосиски в тесте. В общем, любая дрожжевая выпечка будет прекрасна с этим тестом. Оно очень вкусное. Пироги или пирожки на этом тесте очень вкусные и на второй день. Чаще всего готовлю именно это тесто тогда, когда у меня планируются пирожки с картофельной начинкой. Либо до этого я отваривала картошку. Так как это тесто мы будем готовить на картофельном отваре. Благодаря крахмалу, который выварился в отвар, это тесто получается легким, воздушным, при этом более пористым. В общем, улучшаются качества муки у нас благодаря именно небольшому количеству крахмала, который у нас получится в отваре. Для крахмала мы порезали картошку, заливаем ее водичкой, просто чтобы покрыло и отправляем вариться, добавляя соль по вкусу. После того, как картошка у нас сварилась, сливаем отвар и его нужно остудить до температуры тела где-то, 36 градусов будет достаточно. После того, как отвар остыл, измельчаю туда дрожжи. Если вы используете сухие, просто высыпайте сюда сухие дрожжи и сахар сюда, также высыпаем. Размешиваем до растворения дрожжей и отставляем на 5 минут в сторону. Тем временем просеиваем муку, обязательно не пренебрегайте этим, просеивайте муку. Выливаем в муку нашу дрожжевую смесь и буквально несколько раз перемешиваем, просто чтобы ушла у нас вот эта сверху жидкость. Чуть-чуть перемешиваем и теперь я буду добавлять сюда майонез. Где-то столовую ложку майонеза нам понадобится. Кто очень любит добавлять яйца в тесто, пожалуйста, вместо майонеза вы можете добавить яйцо, но тогда у вас уйдет немножечко больше муки, чем указано по рецепту. Я добавила столовую ложку майонеза и добавляю 3 столовые ложки подсолнечного масла без запаха. Соль я добавлять дополнительно не буду, потому что соль у меня была в отваре, когда я варила картошку. Поэтому соль мне больше не нужна. Перемешиваю пока это возможно ложкой и потом уже отправляю тесто на стол. Изначально я всыпаю 450 грамм муки. Если вдруг мне понадобится еще чуть больше, подсыплю на подпыл. Уже буду смотреть, чтобы не забить тесто. Начинаю замес. Если вдруг у вас тесто будет немножечко липнуть к рукам, нужно будет стол смазывать растительным маслом. Сейчас покажу. Это буквально совсем капелька. Вот если оно чуть-чуть прилипает у вас к столу, совсем чуть-чуть, не нужно добавлять туда муки. Просто самую капельку растительного масла на стол и на руки и дальше продолжаем замес. У вас так может уйти еще где-то столовая ложка растительного масла. Ничего страшного. Просто не забивайте излишне ваше тесто мукой. Оно должно получиться мягким и эластичным. Мягче намного, чем вареники. Вот такое вот тесто получается. Абсолютно небольшой комочек. Вообще его немножко, его буквально с два кулачка, но получится из него аж 15 огромных пирожков. Беру довольно большую посудину, смазываю ее растительным маслом изнутри. Макаю вверх тесто в растительное масло и переворачиваю. Выкладываю и теперь я буду оборачивать пищевой пленкой вверх, для того, чтобы тесто у нас не обветривалось. И после этого его нужно будет накрыть любым полотенчиком, просто чтобы тесто стало чуть-чуть темнее. И отправляем в теплое место, пускай наше тесто подходит в течение часа, его не трогаем. Тем временем приготовим начинку. У меня это будет и капустная еще начинка, я ее пассеровала вместе с луком и с морковкой, мне так захотелось в этот раз. Можно добавить еще томат, смотрите по вкусу. И также картошка, которая у меня была после отвара, добавляю туда небольшой кусочек сливочного масла. И в этот раз мне захотелось делать не с зеленью, а вот с такой вот зажарочкой. Поджарила немножечко лука до золотистой корочки, чтобы он давал вкус и аромат. И еще раз прохожусь толкушкой для картошки. Вот такая начинка у меня будет. Посмотрите, как подошло наше тесто. Оно увеличилось в 5 раз. И если бы мы его не закрыли пленкой, оно бы у меня убежало просто из этой посудины. Оно получается очень легким и воздушным. Если у вас живые дрожжи, тесто у вас всегда будет вот таким вот легким. Будьте уверены всегда в дрожжах, которые вы используете. Используйте всегда только свежие. Беру небольшой кусочек теста. Размером примерно с куриное яйцо, можно чуточку меньше. И подкатываю его в шарик. Можно сделать вот таким вот образом, подкатав шарик. Так можно выпекать уже сразу готовые булочки. У нас получается ровный шарик. Но так как это у нас будут пирожки, этот комочек буду раскатывать. Стол слегка можно смазать растительным маслом, как и руки, собственно. Раскатываем небольшую лепешку, пускай края ее будут чуть-чуть тоньше, чем срединка. Я люблю, чтобы начинки было побольше. И защипываю просто края. Несмотря на количество растительного масла, тесто прекрасно соединяется и не расползается потом. Просто как вареничек. Можно еще вот такие пару защипов сделать в поперек. Прокатываю. И уже на руке формирую нужного мне размера пирожочек. И складываю все пирожочки на стол с масло-растительным маслом. Пускай они полежат в течение 10 минут. Как раз, собственно, пока я долеплю последний, первые уже можно жарить. Жарим их на растительном масле. Можно и вовсе жарить их во фритюре. И тогда они будут полностью вокруг у вас золотистые. Пирожки на таком тесте получаются очень-очень вкусные. Очень вот легенькие. Вы видите, он сплюскивается вообще в тонюсенький. И при этом он очень нежный и очень вкусный на следующий день. Обязательно попробуйте. Это нереально крутой рецепт. Не забывайте же, конечно, поставить пальчики вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.